И всем привет, ребят, с вами Старбанка, сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту, я бы сказал именно так, потому что по сути именно сегодня у нас старт нашей аркады и по сути именно сегодня у нас первый официальный день в этой замечательной мини-игре. Хоть и у нас до этого было уже целых две попытки с прохождением ее и уже как таковых два хода у каждой команды есть зафиксированные, но все равно это грубо говоря старт. Грубо говоря старт, мы вместе с вами все ознакомились с этим замечательным ивентом, ну и теперь я надеюсь на то, что он будет работать стабильно, без никаких проблем и четко, грамотно и по правилам, которые написаны у нас в описании. Исходя из тех цифр, которые я вижу на сегодняшний момент времени, я смею предположить, что у нас до сих пор звезды считаются, а не ходы, которые должны были быть. Здесь считаются общие звезды каждой фракции, потому что цифры на момент старта нового хода чересчур большие, ну и плюс я на своем бездонате тоже уже заходил и смотрел, какая там ситуация и вижу, что там у меня написано общее мое количество звезд. Соответственно пока что еще этот ивент до конца не доделан, не проработан, но я надеюсь на то, что по ходу как раз таки этого ивента все у нас в лучшую сторону поменяется и доработается. Каждый день с 10 часов времени у нас будет стартовать новый ход, но проблема вся в том, что по сути у нас до сих пор ничего не поменялось с точки зрения грамотности наших ходов. Игроки все так же делают ходы на Абум, не понимая того, где находятся сундуки и куда вообще стоит ходить. То есть в моем понимании игроки, которые заходят на эту мини-игру, они видят, ага, значит у нас там на точке 270 тысяч, значит надо ходить туда. И все ходят туда. Металлоискатели пока что не набираются в большом количестве у фракций, я посмотрел уже и другие фракции, да, и увидел, что нету просвеченных точек. Понимаю, что по сути у нас сегодня первый день только нашей работы игры и еще многие приходят только в себя, да, забирают компенсацию, там играют свои первые бои и может быть даже просто забыли про эту аркаду, да. Я тоже как-то чуть-чуть отошел от нее и не акцентировал свое внимание на этой мини-игре, потом мне написали, говорят, так там аркада стартовала, может какой-то контентик уже по ней можно и записать. Я такой подумал, ага, точно, да, мини-игра же у нас с аркадочкой уже стартовала и должна работать. И я решил зайти и посмотреть на всю эту ситуацию. Ну и я помню, что как раз таки с левой стороны у нашей фракции, у пурпурных, где-то здесь находится сундучок. Но игроки в большом количестве уже делают неправильные ходы, уже ходят в правую сторону, не знаю зачем они туда ходят. Я посмотрел, мне скинули скриншот у лазуритовых, там тоже ребяточки газуют куда-то в центр. Также зашел со своего бездоната и посмотрел, что там вообще на плазме игроки ходят в центр. То есть каждая фракция делает неправильные ходы, абсолютно неправильные. Ну и пока что у нас наш металлоискатель особо сильно тоже здесь не растет. То есть пока что у нас нету просвеченных точек, ни у одной, ни у второй фракции, ни у третьей. Не знаю, правда по ситуации по Цитрусу, у меня нету просто ни одного аккаунта с этой замечательной фракцией. Так бы, может быть, я бы тоже мог бы посмотреть, какая ситуация обстоит у них. Но по сути на сегодняшний день особо сильно ничего не роляет, особо сильно ничего не меняется в плане нашей аркады. И единственное, что нужно делать, это делать ходы навстречу как раз-таки нашим сокровищам, нашим сундукам. И как только игроки поймут, куда нужно делать ходы, все начнет получаться правильно и грамотно. В моем случае за пурпурных я отдаю свой голос как раз-таки за вот эту ячейку. Именно та ячейка была одной из ближайших ячеек, дабы дойти до сокровища. Но, исходя из того, что я вижу, я понимаю, что игроки уже делают неправильные ходы и уже ходят в другую совсем сторону. Посмотрим, как все это дело повернется. Будем следить за ситуацией. Если вам интересен контент с аркадой, то буду записывать. И буду записывать ситуацию не только с фракцией, которая на моем основном аккаунте, но и с фракциями другими. Буду, возможно, высказывать свою точку зрения, куда лучше ходить и что делать. Но сегодня у нас, по сути, первый ход. Первый ход нашей аркады. Все начинается заново. Все начинается с самого начала. И единственное лишь, то, что я вам могу сказать, это то, что если вы играете за любую из фракций, старайтесь, старайтесь делать грамотные, качественные ходы. При том, что уже на момент сегодняшнего дня, каждая из фракций примерно знает, где находятся их первые сокровища. Поэтому старайтесь не смотреть на эти цифры, которые, возможно, в момент вашего голосования в большом количестве какие-то имеются, и вы туда голосуете. А старайтесь именно ходить правильно с точки зрения ваших уже знаний о том, где находятся эти сокровища. То есть я понимаю, что сокровища есть и здесь, в этой стороне, и я отдаю свой голос как раз-таки в эту сторону. Но пока что можно было бы, конечно, просветочку с металлоискателем сделать и увидеть. Но пока что у нас сюда на металлоискатель танкойны особые игроки, я так понимаю, не закидывают. Может быть, кто-то еще не знает об этой аркаде. Может, еще просто мало времени прошло. Но в ближайшем будущем, я думаю, что мы уже все это дело сможем вместе с вами рассмотреть. Может быть, я запишу еще видос. Если эта тема, конечно, интересна. Поэтому, если интересно, обязательно поддержите данный видос лайком. И тогда мы будем уже делать свои определенные продвижения и лететь в этой замечательной мини-игре. Пишите, что вы думаете по поводу аркады. Пишите, за какую фракцию вы попали. Куда походили. Как считаете более грамотно ходить. Что делать. Вообще, всю ситуацию, связанную с аркадой, можете расписать в комментариях. Будет интересно почитать. Поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про розыгрыш. Итоги которого сегодня у нас будут уже. Поэтому обязательно участвуйте. В описании ссылочка на этот розыгрыш будет. Принимайте участие. 3 миллиончика, как говорится, лишними под скидочки по Черную Пятницу. Я думаю, что точно не будут. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.